В зале яблоку негде упасть. Такой интерес жителей и представителей общественности не случайен. В администрации округа прошли публичные слушания по состоянию муниципального бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет. И это первый консолидированный бюджет округа. Приоритетным направлением проекта остается социальная сфера. Доля расходов на образование, культуру и спорт составляет почти 80%. Всего расходы на эту программу 9 млрд 46 млн рублей. Из них на содержание 80 муниципальных детских садов предусмотрено 3 млрд 13 млн рублей. Это треть расходов. На функционирование 53 муниципальных школ 4 млрд 428 млн рублей, почти 50%. На 14 учреждений, доп. образования и 2 прочих учреждения направлено 513 млн рублей. Затем дорожное хозяйство, жилищно-коммунальная сфера. Трата денег местной казны – это распределение их по программам, которые успешно работают в округе. Например, формирование комфортной городской среды. Удерживать планку власти намеренно и дальше. Также озвучили доходные и расходные части, пояснив основным источником доходной части бюджета является налоговый доход физических и юридических лиц. Это состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигорода на 1 января 2010 года. Объем такой задолженности огромный. Он составляет нарастающим итогом почти 4 млрд рублей, правая часть 3875. В обсуждении проекта бюджета приняло участие несколько десятков человек. Впервые на нем присутствовали активисты города Звенигород. Сегодня мы рассмотрели проект бюджета, объединенного муниципального образования на 2020 год. Безусловно, это важный для нас, жителей городского округа, документ. Очень радостно, что в муниципальных программах отторжены потребности города Звенигорода, предложены пути их решения, предусмотрены соответствующие финансирования. Это и культура, и образование, ЖКХ, благоустройство и многое другое. По итогам публичных слушаний в проект бюджета Одинцовского городского округа внесут ряд дополнений и изменений, а затем на Совете депутатов будет выдвинут вопрос о принятии бюджета на 2020 год. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.